Ну а сегодня я вам хотел напомнить важную вещь по поводу свободы, по поводу того, как жить свободно, да. От того, насколько мы свободно живём, зависит уровень нашего счастья, уровень нашей самореализации в жизни. Поэтому все эти вот основы, связанные с тем, как жить свободно, человек, который стремится к свободе, должен ясно понимать. Должен ясно понимать. Ну давайте сначала определимся, что есть свобода, да. Что такое свобода, да. Мы с вами можем пронаблюдать, что в нашей жизни существуют барьеры, да. То есть мы не можем двигаться абсолютно свободно, да. В этой жизни, в этой игре существуют препятствия. Причём эти препятствия мы с вами можем разделить на два типа. Первые препятствия — это внешние препятствия, вторые препятствия — это внутренние препятствия, да. То есть у нас два типа барьеров существует. Это внутренние препятствия, сюда можно отнести какие-то ограничивающие убеждения, какие-то странные комплексы, да, какая-то болезненность. Какие-то странные проявления внутреннего характера, с которыми вы так или иначе будете в жизни сталкиваться, когда вы что-то хотите сделать. Вы вроде что-то хотите сделать, куда-то пойти, да. Вроде видите, что вовне ничего не мешает вам пойти. Но определённый тип мыслей, определённые эмоции, определённые какие-то навязчивые состояния вас внутри останавливают. Это первый тип барьеров, да. И существует второй тип барьеров — это реально существующие внешние какие-то феномены, какие-то обстоятельства, которые вам мешают двигаться туда, куда вы хотите прийти, да. Вот у нас есть два типа барьеров. И, соответственно, наша свобода с вами определяется фактически тем, насколько мы способны справляться с внутренними препятствиями и со внешними препятствиями. Это первый момент. Второй момент, второй момент, который в конце концов порождает, можно сказать, вот эти внутренние препятствия, да, или какие-то внешние препятствия. Есть такая вещь, да, есть такая вещь, как мы начинаем усложнять, да, то есть есть такая вещь, как сложность. Мы начинаем усложнять себе жизнь, впутываясь, впутываясь и привязываясь к каким-то вещам, к каким-то идеям, к каким-то людям, да. То есть мы можем усложнить свою игру и создать себе такую жизнь, осознанно или чаще всего бессознательно, которая нас буквально порабощает по рукам и по ногам. То есть, например, мы очень хотим заработать деньги. Мы думаем, что деньги это и есть свобода. Многие люди считают, что когда у меня будет миллион долларов, тогда я только себя почувствую свободным. Вот есть такие подходы. И человек часто для того, чтобы заработать этот миллион, он начинает впутываться в какие-то игры, в какие-то задачи в жизни и не замечает, буквально упускает, что вся эта игра, в которую он впутался ради цели заработать миллион долларов, поработила его по рукам и по ногам. То есть он подписался в какие-то такие задачи, которые его просто не отпускают теперь. Это часто бывает, когда человек, например, начинает какой-то свой бизнес, начинает строить большую компанию. Он очень часто создает такую структуру, такую структуру жизни, такую структуру окружения, где он впадает в огромное количество зависимостей. И вот вроде бы он получает эти деньги, то есть он строит, например, большую компанию, он зарабатывает много денег, но он повязан по рукам и по ногам. Он находится в огромном количестве пут зависимостей, так называемых, да. То есть он зависит от людей, которых он нанял и которые, если не дай бог уйдут, на него там обрушится куча проблем, да. Он зависит от клиентов, там, ну вот, от партнеров каких-то, например, да, то есть какие-то ключевые партнеры есть. Да, вот когда я занимался, например, смарт-респондером, у нас был Mail.ru, да, как монополист. И там практически 60% ящиков, вот всех подписчиков находилось у Mail.ru. И только случались какие-то проблемы с Mail.ru, да, вот, ну, мой бизнес это сервис рассылок, то есть я отправляю рассылки. Помогаю своим клиентам доставлять их рассылки до почтовых ящиков подписчиков. И вот на Mail.ru, там, не знаю, какой-то сотрудник в отделе защиты от спама решает нас внести в стоп-лист, да. Ну, по каким-то там странным причинам, или это делает автоматика Mail.ru. И, как вы понимаете, у всех наших клиентов возникают огромные проблемы. Почему? А потому что наш сервис вроде бы должен доставлять их почту, мы за это берем деньги, но, к сожалению, мы не можем доставить, потому что Mail.ru, там, вот, что-то они решили, да, и забанили нас. И мы, получается, несколько дней разбираемся с этим Mail.ru, находимся в состоянии следствия, зависимости от них, да, и умоляем их, господи, ну, пожалуйста, пожалуйста, мы лояльный сервис рассылок, мы уже много лет работаем на рынке, пожалуйста, разблокируйте нас, да. То есть это пример зависимости. То есть мы находимся в зависимости, да. И вот, ну, было много таких вот вещей, которые копились у меня в течение многих лет, которые меня, в конце концов, привели к решению закрыть этот бизнес. Я просто спустя время уже рассмотрел всю эту модель как слишком сложную, слишком зависимую от огромного количества факторов, которые я не контролирую, которые от меня не зависят. И вот когда вы впутываетесь, ребятушки, когда вы впутываетесь вот в какую-то такую жизнь, где есть огромное количество факторов ключевых, от этого зависит ваша деятельность, от этого зависит ваш доход, а вы не контролируете эти факторы, то есть вы не влияете на них. Вот здесь вот начинаются проблемы, начинаются заряды какие-то, да, то есть начинается такая жизнь, от которой вы будете страдать, да. Поэтому для того, чтобы жить свободно, вот эти все моменты нужно заранее, ну, что ли понимать. А те, кто их не понимает заранее, они вляпываются, все себе усложняют, строят себе какие-то зависимые сложные отношения, да, личные отношения строят неправильно, строят неправильно отношения с людьми, с которыми они сотрудничают, да, строят неправильно бизнесы свои, да, то есть строят таким образом, что все запутано, они впадают слишком в большую зависимость от каких-то там вещей, да, и в конце концов они попадают в ловушку. То есть они сами своими руками строят из своей жизни большую ловушку, огромное количество зависимости, и как-то себе это оправдывают. Обычно это оправдывается деньгами, обычно это оправдывается какой-то будущей мечтой, которую я когда-то там достигну, и там-то я заживу свободно, да. Все это так не работает. То есть вы будете в это влипать, вы будете долго вот пытаться жить вот в такой жизни, что ладно, я сейчас такой зависимый, я такой несвободный, но зато потом, потом я там чего-то вот добьюсь, чего-то заработаю, и там-то я заживу свободно. Это все ложь, это все самообман, иначе говоря, который проистекает из непонимания, как на самом деле нужно строить жизнь исходно таким образом, чтобы не впадать в зависимость, да, чтобы оставаться свободным, чтобы настраивать все свои процессы таким образом, чтобы у вас оставался выход всегда, да. То есть иначе говоря, нужно научиться строить игры таким образом, чтобы вы могли в любой момент из какой-то игры, в которой вы чувствуете недостаток контроля, недостаток свободы, чтобы вы могли оттуда выйти, не неся какие-то колоссальные ущербы, да. То есть иначе говоря, нужно выстраивать так свою жизнь, чтобы не привязываться, чтобы не привязываться, чтобы оставаться в свободе, да. То есть жить свободно – это такая жизнь, где ценность свободы, где ваша способность говорить «нет» тому, что усложняет слишком сильно вашу жизнь и осложняет вообще, ну вот все время вызывает какие-то запутанности, да, какие-то бесконечные проблемы, вот этим вещам, чтобы вы научились говорить «нет» вовремя и отпускать их из своей жизни, понимаете. И вот здесь, если вы эти вещи, которые я вам сегодня пытаюсь объяснить, понимаете, тогда вы исходно уже начинаете все выстраивать с ценностью вот этой свободы, да. То есть если вы куда-то идете работать, то вы помните, что у вас всегда есть выход из этого, и вы понимаете, что как только ваша вот эта вот способность выйти подвергается риску, да, подвергается тому, что вы в любой момент можете, ну, попасть в какую-то ловушку, вот здесь вот нужно научиться эти вещи распознавать, да, что кто-то покушается на ваши свободы, на ваши права, каким-то образом пытается вас привязать, пытается вас поставить в такое положение, безвыходное, можно сказать, положение, да. И вот когда вы чувствуете себя, что, ну, вот в каком-то безвыходном положении, это уже странно. То есть у вас не должно быть, то есть у свободного человека не должно быть никаких безвыходных положений. У него всегда есть выход из любой ситуации, да. То есть если что-то не устраивает, если это вызывает постоянные какие-то проблемы, то нужно иметь выход из этой ситуации. То есть нужно иметь возможность, ну, что-то с этим сделать. Давайте так, вот мне, например, часто задают вопрос. Макса, почему ты не купишь себе квартиру, да, а что ты не покупаешь? Вроде можешь, но не покупаешь. А вот в том числе и поэтому. Потому что когда я покупаю квартиру, да, то есть когда я покупаю большую какую-то собственность, это такое, знаете, как якорь, то есть если я уже даже что-то покупаю, я должен быть в этом уверен в достаточной степени. То есть я должен уже купить что-то такое, ну, что меня сильно не привяжет, что ли, да. А если я, например, купил себе квартиру и начались какие-то проблемы, да, вдруг завелись какие-то сумасшедшие соседи, да, то решение этой ситуации, оно возможно, но оно будет тяжелым уже, намного более тяжелым, намного более длинным, запутанным, чем просто снять себе новую квартиру, да. Поэтому одна из причин, почему часто аренда лучше, чем покупка, да, тем, что это тебя не завязывает, то есть ты не теряешь здесь свои свободы и права. Вот по этой же причине, почему не надо брать кредиты, да, по этой же причине, ребят, то есть когда вы берете кредит, вы словно сами обесцениваете свои права и свободы, то есть вы впутываетесь во что-то, что лишает вас права в любой момент выйти из этой ситуации. То есть вы уже впутались в такие договорные отношения, из которых вы просто так не выпутаетесь. Вы должны отдать кредит и вы должны заплатить проценты. Либо если вы не отдаете кредит и не платите проценты, вы теряете то, ради чего вы взяли этот кредит, да. То есть это на самом деле такая схема, на которую может подписаться только тот человек, который не понимает ценность свободы и не понимает, что жизнь это такая штука, ты когда с кем-то начинаешь играть, когда ты во что-то влазишь, ты заранее никогда не видишь, как это будет разворачиваться, какой это человек на самом деле и во что это превратится со временем. Поэтому прежде чем куда-то влезть, да, нужно влазить таким образом, чтобы ты в любой момент мог из этого вылезти, да. То есть тебе нужно иметь возможность вылезти. И это не важно что или не важно кто. Либо это даже ваши отношения с кем-то, да, личные отношения. Либо это какой-то бизнес, да, вот чем-то вы занимаетесь. И в ваших отношениях может наступить такая точка, ну просто устали все, понимаете, устали друг от друга. Вот по каким-то вещам не сходимся, вот вообще не сходимся. И нужно иногда просто расходиться и давать себе отдых друг от друга, да. И потом опять, может быть, там в новую единицу времени сходиться. То есть отношения должны быть свободными. Институт брака – это институт скованности. То есть вас буквально, вы привязываете себя друг к другу. Это в принципе неплохо, если вы уже настолько хорошо знаете друг друга, настолько уже, ну как бы притерлись, настолько уважаете друг друга, настолько никто не пытается покушаться на права друг друга, да, что признак уже очень высокой осознанности, очень хорошего понимания своих прав и свобод и прав и свобод другого человека, да. То есть если уже это есть, ну да, вы можете это оформить. И то любое оформление вот таких отношений, оно может повлечь за собой какие-то негативные последствия для вас, да. Потому что другой человек, ну как бы вы хорошо не знаете, все может быть. В любом случае все что угодно может произойти. И потом вы можете проиграть где-то, понимаете. А цель человека, который стремится жить свободно, это быть в выигрышной ситуации, понимаете, сохранять свою выигрышность. Даже если я где-то не могу выигрывать, я выигрываю в конце концов из-за того, что я могу просто выйти из этого, понимаете. То есть я выигрываю тем, что я себя освобождаю от вещей, от задач, где я все время проигрываю, где я чувствую какое-то давление, подавление, не знаю, неуважение, да. То есть я могу просто взять и отстраниться от этого. Вот что такое свобода. Вот что такое свободный стиль жизни. Вы ни к чему жестко не привязываетесь. Понимаете? Поэтому Будда в своё время-то вот и сказал, что привязанность — это страдание. То есть как только вы к чему-то привязываетесь, вы закладываете фундамент своего будущего в страдание. Потому что если начнутся какие-то изменения с объектом привязанности, что-то там начнёт меняться, вы в конце концов от того, что оно меняется, а вы привязались, вы хотите, чтобы оно оставалось каким-то прежним, а оно видоизменилось, вы начнёте страдать. Поэтому ни к чему, никому нельзя привязываться. Даже к детям родным нельзя привязываться. Потому что они вырастут и в какой-то момент начнут жить своей собственной жизнью. И захотят жить, как они хотят. Понимаете? И нужно с самого начала, если вы человек свободный, если вы понимаете права и свободы своего ребёнка, вы никогда не будете этого ребёнка растить как жертву от вашего диктата. Вы будете также растить из него существо свободное, которое имеет свои права и свободы. Да, оно может где-то что-то не понимать, оно может совершать какие-то ошибки. Но ваша задача, как родителя, приглядывать, смотреть, но ничего не навязывать. Не навязывать. Если прям ребёнок из всех сил сопротивляется к чему-то, ну не надо навязывать. Позвольте ему испытать этот опыт самоопределённости и выбора, даже иногда ошибочного выбора. Пусть он обожжётся и сам поймёт, что то, что вы ему говорили, в этом была разумность. Понимаете? Поэтому свобода — это номер один. Если вы, конечно, хотите жить счастливо, и если вы хотите жить, как вы хотите. Ну если вы хотите быть жертвой, если вы хотите попасть в какие-то ловушки и застрять там, то впутывайтесь, впутывайтесь и предавайте свою свободу ради чего-то, что вы считаете более важным. Некоторые люди, очень много людей считают, что что-то существует более важное, чем свобода. Ну вот жизнь им будет показывать, что это не так. Что чего бы они ни получили, но если они там не имеют свободы, они начнут страдать. Потому что свобода — это наша природа. Понимаете? То есть свобода, то есть в нас рождаются какие-то импульсы, да. И если у нас нет пространства, нет пространства реализовывать эти импульсы, мы начинаем чувствовать себя скованно, пойманно, подавлено. И рано или поздно это вызывает, конечно же, ощущение несвободы, страдания. И что бы у вас вокруг ни было, да, то есть в какой бы вы золотой клетке ни сидели, но это будет золотая клетка. Это будет клетка. То есть это будет что-то, что ограничивает ваши права и свободы. И вы рано или поздно это поймёте. И рано или поздно, какая бы она прекрасная, там, не знаю, бриллиантовая или золотая ни была, вам захочется из неё вылететь, из этой клетки. Потому что не в вашей природе жить в клетке. Наша природа — это свобода, я ещё раз повторяю. Хотите быть счастливы? Единственный способ жить счастливы — быть свободным. И это не мешает вам взаимодействовать с этой жизнью, да? Пожалуйста, взаимодействуйте, но выстраивайте так это взаимодействие, чтобы не попадать в рабство, в зависимость. Так можно жить. И это естественно для нас состояние. Жить и быть свободными. Опять же, можем всё что угодно делать, но оставаться в этом свободными. Вот это я вам хотел объяснить. Ну всё. Если понравилось, делитесь трансляцией. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok